Всем привет! Меня зовут Влад. Я думаю, большинство из вас когда-либо видели, возможно, играли в компьютерные игры. Я хотел бы сегодня поговорить о том, как они создаются. Ну, собственно, как большинство пользователей видят игру, если они не участвуют в разработке, если нет друзей, которые могут это рассказать. Идея какая-то, какая-то магия, ну и потом на выходе крутая игра. Как же это происходит на самом деле? На самом деле сначала выбирается жанр и механика, потом делается прототипирование этой игры, выбирается сеттинг, потом приступается к производству, тестированию и выпуску этой готовой игры. После чего исправление каких-то ошибок, выпускание обновлений, с, возможно, корректировкой этих ошибок, которые были допущены и пропущены. Давайте конкретнее по каждому из этих пунктов пройдемся. Выбор жанра и механики. Основная цель, как бы, это определить, что же мы хотим делать, определиться с тем, будет это у нас стратегия, может быть, это будет у нас шутер. Возможно, мы делаем матч-3, так называемую, может быть, это какая-то спортивная игра. На этом этапе есть несколько вариантов выбора идеи. У нас, может быть, та ситуация, когда геймдизайнер в одиночку решает за всех, что будет делать, выбирает в каком-то сеттинге, может быть, у него какая-то очень крутая идея, и потом он ее доносит. Второй вариант – это выбирается n-ная команда, которая в обсуждении вырабатывает эту идею. После этого этапа у нас приходит этап прототипирования. Главная цель – его получить на самых примитивных элементах, затратив минимальное количество времени, получить продукт, который покажет нам, интересно ли эта механика. На этом этапе у нас нет особых каких-то красивостей, нет, возможно, каких-то элементов. Может быть, на каких-то кубиках, кружочках вся механика. Но главная цель – это понять все-таки, насколько интересна сама механика. Я предлагаю посмотреть видео, это видео реальных двух проектов, которые были на прототипировании у нас на фирме. И из них мы в дальнейшем выбирали уже, что делаем. Не развивайся. Не, ну он перейдет на YouTube и… Ну да. Ну ладно, пусть будет так. Собственно, обе игры были в жанре стратегии, но с совершенно разными механиками. Вот. По итогам, такой небольшой спойлер, по итогам была выбрана первая игра. Там главная задача – это захват базы и доминирование на карте. Вот. Следующий. После того, как мы понимаем, что данная идея замечательная, нам она нравится, мы понимаем, что данная механика нам интересна, мы хотим сделать в ней игру, мы приступаем к тому, чтобы выработать и понять, в каком сеттинге все-таки будет эта игра. Будет это у нас какое-то там средневековье, возможно, это будет какой-то ядерный мир или там совершенно какой-то фантастичный мир с квадратными существами, которые бегают, без разницы. На этом этапе основные действующие лица у нас – это гендизайнер, который обладает максимальной информацией по поводу проекта, он знает, что же у нас будет в проекте полноценно, так как он составлял некоторую документацию, поэтому… И на этом этапе основная работа у 2D и 3D дизайнеров. Они делают какие-то первые модели, они рисуют концепт-арты какие-то, которые, возможно, в дальнейшем будут использоваться в целях маркетинга, возможно, просто для того, чтобы мы понимали, как оно должно выглядеть, чтобы как-то команда, которая будет разрабатывать игру, прониклась в этой идее, чтобы команде тоже нравилась данная идея. После того, как был выбран сеттинг, команда приступает к самому, условно, неинтересному процессу – это сама разработка. Но он не столько неинтересный с точки зрения разработчиков, сколько он неинтересный с точки зрения пользователей, так как на этом этапе, до его завершения, пользователи, по сути, практически ничего не знают о проекте. Они не знают о том, что же там делается. Понятно, что на этом этапе программисты пишут код основных элементов, дизайнеры что-то рисуют, но пользователи этого практически никогда не видят. Максимум, что это какие-то концепт-арты, еще дополнительно, которые рисуются, возможно, какие-то там модели выливаются в сеть для того, чтобы поддерживать интерес к игре. После того, как проходит этот этап, мы получаем альфа-версию. В принципе, на этом этапе некоторые первые пользователи могут уже поиграть в эту игру. Понятно, она в большинстве своем недоработанная, но основные механики уже проработаны. И первые пользователи могут понять, насколько она интересна. И главная задача альфа-версии в том, чтобы окончательно убедиться в том, что вот мы делаем то, что мы хотели, это оно, и целевая аудитория, либо же заказчик данной игрой удовлетворены, и мы можем продолжать дальше разрабатывать ее. После того, как прошли альфа-тесты, переходится к дальнейшей доработке всего функционала в игре, вплоть до выхода бета-версий. На этом этапе вероятность того, что какие-то основные модули не готовы, минимально, так как главная задача, чтобы мы могли к бета-тесту показать, возможно, где-то будут ошибки. Это не исключено, ошибки есть и в готовых продуктах. Но на бета-тесте мы должны показать людям, что вот она игра, и они могут попробовать поиграть в нее. На этом этапе обычно не готов до конца баланс. Главная цель бета-тестов – это выверение этого баланса. Если люди играют, сразу видно, где какой-то класс более эффективен, еще что-нибудь. Собственно, это все выявляется на бета-тестах, закрытых, открытых. Это уже в зависимости от политики компании, насчет маркетинга, насчет того, когда показывается игра людям. Но бета-тест – это такой очень важный этап в производстве игры, потому что если мы упустим момент тестирования, когда мы пускаем людей в игру, мы можем упустить очень важные моменты, которые тестировщики на самом деле, сколько бы их ни было, они не могут их все понять и потом сказать, чтобы это было доработано. После того, как прошли все бета-тесты, мы приступаем к исправлению основных ошибок, оптимизации. Главной целью на этом этапе у нас – получение продукта, который уже можно считать полноценным. он должен запускаться в этом случае на всех целевых компьютерах или устройствах, на которые мы ориентируемся. Может быть, это у нас паншеты. И, собственно, оптимизация. За счет оптимизации мы выходим на самые слабые из тех устройств, на которые мы рассчитываем. На этом этапе у нас основная работа у тестировщиков и у программистов. Почему? Потому что тестировщики должны найти все тонкие места в нашей игре, где у нас по каким-то причинам идет заметное притормаживание игры, и программисты, естественно, должны эти моменты подкорректировать, исправить, так, чтобы, условно говоря, было не стыдно людям показать. После того, как прошла оптимизация, дополнительно проводится еще одно тестирование, потому что, исправляя и оптимизируя игру, возможно, кто-то из программистов удалил не тот кусок кода, и в итоге она просто не работает. Такое тоже бывает. Для того, чтобы исключить такую ситуацию, проводится финальное тестирование перед выпуском. После того, как у нас есть готовая игра, мы хотим, естественно, получить какие-то деньги с того, что мы потратили большое количество времени на всю разработку. На этом этапе отдел маркетинга начинает, ну, возможно, не начинает, возможно, продолжает, в зависимости тоже от политики компании, продвигать нашу игру так, чтобы в нее попало максимальное количество пользователей, и эти пользователи либо ее купили, либо купили какие-то внутриигровые товары, которые мы предлагаем купить. И если этот этап будет провален по каким-то причинам, толк от того, что компания разрабатывала игру, ну, можно сказать, будут бессмысленно потрачены деньги и время на разработку. Ну, на этом этап разработки игры заканчивается, но я хотел бы также поговорить немного о так называемых живых играх. Я думаю, многие, кто играл, видели, как мир реагирует на действия игрока. Ну, допустим, в Скориме можно было одеть на голову персонажу какое-нибудь ведро, какую-нибудь выворку и спокойно его обокрасть. И он на это никак не реагировал. Ну, он будет реагировать, если вы на него нападете, но если вы будете там бегать, прыгать по его столам, он никак на это не отреагирует. А живые игры, они максимально пытаются для игрока показать, что они видят игрока, что игрок находится в этом мире, что действия игрока не остаются незамеченными, и это все не скриптованное, а они как-то реагируют на действия игрока. Вот, ну, как пример, есть игра Plugin, это игра для мобильных платформ, мы играем там за вирус, пытаемся уничтожить мир. Вот, но параллельно с этим там летают самолетики, плавают кораблики, и есть новости, которые совершенно не связаны с... Совершенно не связаны с действиями игрока, есть те, которые связаны, но большинство не связаны. Ну, допустим, там, женский организм, скрытая проблема, или там плохие продажи в США, и там большое количество разных вариаций. Также, как пример, живых игр, это, может быть, играли в Stalker, вся серия Stalker, в принципе, можно ее назвать живой, но последняя версия «Зов в Припяти», насколько я помню, в ней был до конца реализован механизм Alive, это механизм поведения персонажей внутри игры. Там, к примеру, отдельные монстры, они вели себя в соответствии со своим каким-то поведением, они там друг на друга охотились, и реагировали на игрока просто как на часть окружения. И, как по мне, игры, в которых мир адекватно реагирует на действия игрока, плюс ко всему, он живет своей жизнью, и тем самым позволяет игрокам понять, что мир, он существует, это не просто игра, а человек, часть этого мира, игрок, часть этого мира. В таких играх люди дольше всего остаются, их интересно играть, интересно в них возвращаться, так как этот мир, мир игры, может быть абсолютно уникальным, и в эту игру хочется играть больше и больше. Ну, я думаю, на этом все. Спасибо за внимание. Даже быть вопросом? Спасибо.